Внутренний вопрос, он очень важный, он про нас, и в обществе его активно обсуждают. Зацеплюсь причем за мысль, которую вы озвучили о том, что выберут белорусы, синицу или журавль. Так вот, как видится, сейчас над этим очень серьезно выбором работают. Вы причисляли группы, которые вовлекаются в процесс, и пенсионеров называли, и люди с инвалидностью. Но больше всего это, конечно же, молодежь. И это страшно, потому что ты видишь, как разыгрываются человеческие драмы. Мы понимаем, что молодой человек, он всегда активный, он всегда искренний за правду. И здесь важно, кто в какой момент окажется. И ситуация, например, с отчислениями, которые очень многих сейчас волнуют. Некоторые считают, что это вынужденная мера, но не решение самого... Ты про студентов, да? Да, про студентов. Молодежь имеет, в первую очередь, студентов. И эта среда, она подогревается. Вот как вы считаете, что могло бы... Потому что очевидно, что за молодежь наша ведется бой. И как в этом бою выиграть, причем я имею в виду не политический бой, а просто по-человечески. Потому что сегодня они молодые люди, а завтра они основа государства. Вот как вы это видите себе? Дима, ты прав. Это самая большая проблема. Вот так вопрос Беларуси стоит впервые. Я не в целом о молодежи, а именно о студенческой молодежи. Но что говорить о молодежи рабочей? Там человек, отработавший у станка, мыслит по-иному. Что говорить о сельской молодежи? Сев за штурвал трактора или комбайна, работая на комплексе каком-то, Вы знаете, у них другие мысли. И я это знаю, потому что я с ними встречаюсь. Есть молодежь в городе, несколько другая в целом, а есть студенческая молодежь. И примкнувшие к ним 10-й, 11-й или даже 9-й класс, это уже взрослые люди. Это еще одна молодежь. А студенты – это не просто будущее, это будущее элита нашего общества. И я даю себе в этом отчет. И мы впервые столкнулись с этим. Опыт наш подобного не знает. Мы не проходили все это. И я прихожу к выводу, что наша молодежь, студенты особенно, продвинутая наша молодежь, должны разобраться в этом сами. Мы должны им помочь. Дима, но все равно, они должны испить все это сами. Если они на своей шкуре это не прочувствуют сейчас, если мы это загоним вглубь, образуется нарыв, который когда-нибудь прорвет. Вот почему я говорю, что нельзя сейчас никуда ничего загонять и юлить, и врать, и обманывать. Потому что это просто под плинтус загонишь проблему, и она оттуда вылезет. Самый неудобный момент. Я сторонник того, чтобы белорусский народ определил свою судьбу сам, даже с моей точки зрения ошибочно определил, но он должен это пройти. И это касается прежде всего нашей молодежи. Слушай, ну я же рассказывал, каким я был студентом. Поэтому я, когда вспоминаю свои студенческие годы и смотрю через эту призму на нынешнюю студенческую молодежь, я не хотел вспоминать свои годы, но это личное. Я понимал, что если я не устрою свою жизнь, за меня никто ее не устроит. А сейчас? Ведь в чем, мне кажется, глубинная причина? Наша молодежь полагает, что сейчас можно ничего не делать, а на Мерседесе раскатывать. И вот идет молодой человек, не из богатой семьи, не глупый человек, слушай, а его сверстник подкатил на Бентли или на БМВ. Ну что, да, завидует, но и ему хочется. И он считает, потом политики ему скажут, что да ну, это не власть. При нашей власти ты будешь на Мерседесе раскатывать там как минимум и так далее. Вот, реальная жизнь, и ему в это подкинули, и он в это поверил. А потом еще ему подкинули динжат немножко. И вот это в целом давит на сознание и создает нашего молодого человека, студента. Думаю, вы против меня воюете? Вы же знаете, что это я все создал, если бы не я, этого бы не было. Осталось бы не 100 тысяч, а 25-30 тысяч этих студентов для Беларуси. Вот как с ними поступить? И я решил, думаю, ну что ж, ну по-мужски. Пришел учиться, не хочешь учиться? Иди, ты в армию, а если там девчонка, ну иди поработай. Искренне говорю, как принималось решение. И вот я сижу и думаю, сейчас вал писем. Последнее письмо, которое мне доложило, родители пишут. Это типичное письмо. Передайте президенту. Мы всегда были за него. Мы за него голосовали. И сейчас голосуем. Ну вот так случилось, по-моему, дочка. Ну как мы ее не пытались перевоспитывать? Ну забили голову. Вот так случилось, отчислили. Пожалуйста, верните, если это возможно, верните нашу дочь в университет. По-моему, медицинский, а это же 4-й, 5-й курс, а учится 6-й, там еще 7-й какой-то год, ординатура и так далее. Я вот так вот сижу и думаю, это же родители мечтали, чтобы ребенок был в университете. И вот они завалили письмами. Если уже задал этот вопрос и искренне отвечать, я поручил выработать какой-то механизм, но выкинули мы этих 300 человек. Ведь они, я не скажу, что они плохие и успевают нормально, и некоторые вообще очень способные люди. Думаю, ну потеряем же их, ну потеряем, кому они нужны? Слушай, ну поедут они в эту Польшу, ну и пусть там работают, но они там не нужны. А с другой стороны думаю, ну из этих же ребят могут вырасти, одумаются и нормальные люди. Конечно, я уже вот забегая вперед, скажу откровенно, я поручил соответствующим должностным лицам, парламентариям, депутатам выработать механизм. Надо вернуться когда-то к этому вопросу и вот посмотреть на этих отчисленных. У меня есть практика под гарантией, и мы очень многое делали. И этих протестунов выпускали под гарантию. И даже вот сейчас внесли в парламенте законопроект, по моему настоянию, мы внесли предложение о помиловании под залог, под гарантией, под обязательства. Я имею право помиловать человека, я, правда, редко к этому обращался, но вот в эти события, особенно в конце августа, начале сентября, когда там все разворачивалось, я очень широко это использовал, родители приходили, комсомольцы, профсоюзы там, берут на поруки человека или группу, берите, и это давало эффект. Вот мы сформируем сейчас комиссии по ВУЗу, это будут и представители ВУЗу, плюс уполномоченные ответственные у меня есть по ВУЗу, вот они соберутся и рассмотрят все эти заявления. На них же надо отвечать. Родители пишут, многие студенты пишут. Нам не нужна драка в обществе. И во имя спокойствия, чтобы это все не разрасталось, мы будем использовать разные методы, чтобы люди нас поняли и чтобы мы смогли договориться. Но при этом надо помнить, закон есть закон. Суров закон, но он закон. Поймите, вопрос в будущем страны. Как только мы начинаем показывать слабость власть, как только мы начинаем потыкать, как в народе говорят, и потворствовать вот этим людям, которые нарушают закон, это немедленно приведет к известным последствиям. Продолжение следует...